Известно, что Вилья-Динов очень тщательно разбирает соперников. На что обращает внимание шведов? На желтые майки. На желтые майки, да, и синих? Ну, конечно, то, что они хорошо накатываются, очень мобильно играют. И задача была быстро играть в пас. То есть, проблема в обороне, это тоже связано с тем, что передержали вас на льду, да? Ну, можно сказать, и так, чтобы не вникать в затали. Паша, скажите, как Новый год будете праздновать? Ну, что будет занять, пожалуйста. Нет, прошу прощения. Честно, пока. Пока. Надание, извините. Какую задание? Давайте про хоккей все-таки поговорим, ладно? Можем про хоккей? Ну, можно. Можно. В третьем периоде, опять же, вы успокоились немного. Это уже просто результат известен, да, был? Не то, что известен. Все-таки, тяжело играть в счет 5-1. Конечно, хотели забить очень порадов и болельщиков, которые нас поддерживали хорошо. Которым большое спасибо. Но все-таки, может быть, сэкономили силы чуть-чуть. Павел, то, что команду называют там на 85% Олимпийская, это как-то дает? Потому что все ждут, что в таком составе должны обыгрывать соперников, уверенно, там, в начале. Честно, не знаю, что я не слушал, что так называли на 85%. Еще до Олимпиады много времени, еще много может что-то случиться. Конечно, здесь, наверное, будет основной костяк команды. Надо все-таки показывать игру сейчас. В следующий раз такой шанс получится. Вы сейчас в звене сыграли в новом, о котором мы много говорили. Вот как вам уже в официальном матче? Замечательно, но надо, наверное, еще время все-таки. Получаем приятное удовольствие. Есть еще какие-то нюансы, с которыми поговорим и разговариваем каждый. Смена после смены договариваемся. То есть дело все в том, что не знаете, кто куда, да? Не то, что не знаем. Просто игра очень мобильная, быстрая. И моменты получаются очень спонтанно. Так что готовы, стараемся быть готовы к каждому моменту.